Добрый день, меня зовут Богдан, я являюсь специалистом технической поддержки компании eMarket. Сегодня мы с вами рассмотрим процесс тестирования торгового советника на встроенном в терминале MetaTrader 4 инструменте под названием «Тестер стратегий». Для того, чтобы открыть данный инструмент, мы можем использовать соответствующую иконку на панели быстрого доступа или же вкладку «Вид» — «Тестер стратегий». Тестер выглядит следующим образом и имеет несколько основных настроек. Первое, что нам необходимо выбрать — это стратегия, которую мы планируем тестировать. В данном случае я использую одну из стратегий, представленных на нашем сайте. Вы можете найти ее в разделе «Советники» и скачать совершенно бесплатно. После того, как мы установили советник, нам необходимо выбрать символ — инструмент, на котором будет происходить тестирование, а также период, то есть таймфрейм этого инструмента. В данном случае я буду использовать пару евро-доллар и период 1 час. После установки советника и символа необходимо выбрать модель тестирования. Модель тестирования — это один из основных параметров. То, какой будет эта модель, напрямую влияет на результаты качества тестирования. Для выбора доступны три модели тестирования — все тики, контрольные точки и по ценам открытия. Тестирование по цене открытия позволяет советнику видеть только цены открытия свечи и производить сделки, лишь исходя из них. Существуют советники, принимающие решения только исходя из цены открытия или закрытия свечи. Для этих советников данная настройка будет являться достаточной при тестировании. Однако, подавляющее большинство советников работает также и внутри свечей, открывая сделки на всех ценовых движениях и изменениях в рамках более низких таймфреймов. Поэтому данный вид тестирования является наименее точным и подходит только в исключительных случаях. Метод моделирования контрольных точек предназначен для грубой оценки экспертов, торгующих внутри бара. Для этого метода необходимо наличие исторических данных ближайшего меньшего таймфрейма. В некоторых случаях, когда необходимой цены нет, терминал сам генерирует контрольные точки, усредняя несколько прошлых баров. Данный метод не рекомендуется к использованию и является исключительно оценочным методом. Он не позволяет вам получить окончательную информацию о стратегии и результатах ее работы. Режим Все тики позволяет наиболее точно смоделировать движение цены внутри бара. В отличие от контрольных точек, потиковый метод использует для генерации данные не только ближайшего меньшего таймфрейма, но и всех доступных меньших таймфреймов вплоть до одной минуты. При этом, если на какой-то временной диапазон одновременно существуют данные более одного таймфрейма, то для генерации используются данные самого меньшего. Этот метод является наиболее точным и приближенным к реальной торговле. При тестировании любого эксперта рекомендую использовать именно его. Также при настройке модели тестирования вы можете указать спред. Можно использовать как текущий спред на графике, так и собственное значение. Рекомендую вам использовать текущий спред, поскольку он будет являться наиболее точным и приближенным к реальному слою. Ниже располагается параметр использовать дату. Этот параметр позволяет нам использовать конкретный промежуток времени, на котором мы будем тестировать советник. Я рекомендую вам использовать даты, чтобы вы понимали, за какой период вы тестируете советника. Это очень важно с точки зрения любого тестирования. В данном случае мы возьмем период в рамках последних трех месяцев, от 28 февраля по сегодняшний день. После этого нам необходимо нажать свойства эксперта. Перед нами открывается окно с настройками советника для тестирования. В первую очередь мы заходим во вкладку тестирования. Здесь мы задаем депозит, валюту депозита и принудительно настраиваем, может ли эксперт открывать сделки и на покупку и на продажу, или же только в одно направление, только покупка или только продажа. Чуть ниже мы можем включить специальный режим оптимизации. В данном видео мы не будем затрагивать режим оптимизации советника, поскольку он требует отдельного изучения. Об этом процессе будет снят отдельный видео урок, ссылку на который вы сможете найти в описании под этим видео. Следующий идет вкладка входные параметры. Данные настройки я рекомендую менять только в том случае, если вы четко представляете для себя их значения и последствия таких изменений. Перед настройкой параметров этого окна обязательно ознакомьтесь с инструкцией советника. В случае, если вы не уверены в том, к чему именно приведет изменение данных параметров, оставьте эти настройки по умолчанию. Также имеется вкладка оптимизация. Она тоже нужна исключительно для оптимизации советника и не понадобится нам в данный момент при тестировании. На этом настройка свойств эксперта заканчивается, нажимаем кнопку ОК. Далее располагается вкладка свойства символа. Она позволяет нам посмотреть свойства символа, на котором происходит тестирование. Это ее основное назначение и никаких настроек она в себе не несет. Вкладка Открыть график необходима нам для визуализации стратегии и просмотра результатов тестирования советника. Кнопка Изменить эксперта также используется исключительно для оптимизации. При тестировании советника этот параметр использовать не нужно. Тестирование может проходить в двух режимах, с визуализацией и без нее. Если этот параметр не установлен, тестирование стратегии произойдет незаметно для нас и мы сможем ознакомиться исключительно с результатами этого тестирования. Если эта галочка установлена, то при тестировании стратегии это будет видно на графике, график будет перемещаться и показывать нам, где стратегия открывает свои сделки. Этот процесс можно ускорить с помощью ползунка и настроить скорость этого отображения. Процесс визуализации может занимать некоторое время и никак не влияет на результаты тестирования. В данном случае мы с вами будем проходить процесс тестирования без визуализации. Теперь, когда все параметры настроены, мы нажимаем кнопку Start. Как вы видите, происходит некий процесс. По окончанию этого процесса вы услышите соответствующий сигнал. Тестирование закончилось. После окончания тестирования мы переходим во вкладку Результаты. В этой вкладке мы увидим все сделки, все действия, которые совершал советник и изменение баланса в разрезе времени. Мы можем увидеть параметры каждой сделки, когда она была открыта, каким объемом, по какой цене, с какими параметрами Stop Loss и Take Profit. Если ваш советник использует Trailing Stop, здесь также будет отображен этот показатель. Мы можем нажать правой кнопкой мыши в этой таблице и сохранить ее как отчет. А также можем копировать все и вставить эти данные в файл Excel. Также у нас есть вкладка График. Этот график отображает изменение баланса счета стратегии в период ее тестирования. Все очень просто. Здесь мы можем увидеть, какие убытки фиксировал советник при торговле и какие прибыли получал на выбранном при тестировании отрезке времени. Как вы видите, наш советник оказался прибыльным. Этот график используется для поверхностного анализа и позволяет получить общее представление о доходности советника за период тестирования. Вкладка Отчет позволяет получить более детальный отчет по тестированию советника, увидеть множество показателей его работы за период тестирования и принять окончательное решение о стратегии. Как вы видите в нашем случае, чистая прибыль советника при торговле на часовом таймфрейме составила 745 долларов, что при нашем депозите в 2000 долларов равно приблизительно 30% доходности и является довольно неплохим показателем. Как я и говорил, мы можем открыть график и посмотреть работу советника на нем, если не использовали при тестировании параметры визуализации. На этом изучение работы с тестером стратегии закончено. Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в техническую поддержку нашей компании и получить квалифицированный ответ. Желаю вам успехов!